добрый вечер мои уважаемые телезрители добро пожаловать снова на мой канал сообщаю вам хорошую новость просто обалденная сегодня 11 число сентября вчера 10 числа на daily mail опубликовал статью и на индийс 100 индипендента было опубликовано в общем перевожу дословно самый большой китайский крупнейший крупнейший китайский телескоп обнаружил более 100 радиосигналов которые поступают из источника которые находятся на расстоянии как они предполагают как они верят в 3 миллиарда световых годов от земли так вот твоинственные импульсы исходят от высокоэнергетического источника где-то во вселенной ученые продолжают следить за ними в надежде получить детальный анализ того что это может быть исследователи китайской академии наук сообщают также что отслеживают сигнал фрб 121 102 который был впервые засечен обсерваторий арисбова в пуэрто-рико еще в пятнадцатом году с тех пор телескоп обнаружил по меньшей мере 100 100 всплесков сигнала этого которые предположительно начались короче под конец августа но прежде чем возбуждаться они не являются инопланетными сигналами то есть от инопланетян это хорошая новость а то я уже думал сухарями запасаться и искать убежище атомное где-нибудь хорошая новость я просто обалдел от этого а создаются из-за какого-то феномена в дальнем космосе который который люди мы не знаем что это такое но которые считаются рецидивистами которые повторяются но есть другое мнение которое это просто одноразовые сигналы согласно метро существует теория что импульсы на самом деле это выбросы нейтронных звезд то есть они выпускают там свои сигналы магнитные сталкиваешься с черными дырами поэтому наверно другая теория предполагает что они могут быть нейтронными звездами с помощью магнита что не могут быть нейтронными звездами с мощными магнитными полями также известными как магнитары так доцент калифорнийского технологического университета вика мравии цитирует это стируется такими словами этот вывод говорит нам о том что каждая галактика даже такая маленькая как млечный путь может создать свой сигнал такой который будь там в космос куда-то уйдет поиск местоположения одноразовых сигналов является сложной задачей поскольку требует наличие радиотерескопа который может обнаружить эти чрезвычайно короткие ситуации моменты события до и обнаружить их с разрешающей способностью радиоволны шириной в милю это чрезвычайно короткий событий и обнаружить их разрешающей способностью радиоволны шириной в милю Это научный термин какой-то. Теория о том, что эти сигналы происходят от магнетронов, была разработана частично, что предыдущий сигнал происходил из активной звезды, где там, короче, среда, где образовываются звезды, где молодые магнетары могут формироваться в сверхновых массивных звездах. Но галактика-носителя сигнала 19.053 более мягкая по сравнению с ней. Радиотелескоп со сферической диафрагмой, также известный как Фаст-Быстрый и Тианьян, расположен в уезде Пингтан, Гуджу, который находится в юго-западном китайском регионе. Структура мамонта измеряет гигантские 500-метровые размеры и является крупнейшей и наиболее чувствительной радиообсерваторией, которая когда-либо была построена. В общем, хорошая новость. Это не от инопланетян. Сухари покупать не надо и в атомные убежища бежать не надо. Я просто рад. Но когда я это увидел, я просто... Таинственные сигналы получают из космоса китайский телескоп. Нету их. Все. Сухари можно не покупать. Сухари. 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 Высобистрировал. Продолжение следует... Продолжение следует...